всем доброе утро с вами не туристический сингапура сейчас у нас 6 46 минут утрам суббота я уже полчасика гуляю по сингапуру вот и мы с вами идем на рынок хочешь свежих продуктов иди на рынок хочешь совсем свежих продуктов бери велосипед езжай на ночной ночной рынок сингапур работает с двух до пяти утра там можно купить продукты головы длины прямо из моря но это имею ввиду сингапурский ветмаркет который символ анги вот но мы идем более такой цивилизованный рынок который работает с 6 30 дом ну как цивилизован для тех кто любит поспать вот он работает с 6 30 до примерно 11 12 утра вот к часу же тут ловить будет ничего там все продавцы уже просто свернуться и закроются вот поэтому если хочешь сегодня побольше тебе придется рано встать вокруг соответственно сейчас будут окружать служанки домохозяйки которые пытаются что-нибудь приготовить на завтрак побыстрее как видите это жарко магазинчик стра раскладывается да увидите вот такие дуриан пакетах не берите потому что сейчас не сезон вот этих белков пластиковая коробка да сейчас не сезон и это все заморозка из холодильника уже совершенно невкусная из каких-то там остатков дурианом всегда брать свежий в кужуре сейчас вот кужуре вообще не продаются потому что никто не будет лишнее место тратить и хранить дурик кужуре там холодильник долго его перепакуют в конце сезона и вот так вот потом потихонечку будут из заморозки вынимать и продавать подвину свежую пока вы не видите на прилавках вот настоящие шипастые дуриан очки смысла брать их нету суббота поэтому достаточно мощно раскладываются с утра продавцы напротив магазин причем вот справа от меня на просто магазины да а слева это отдельный там торговые точки то что можно допустим на садовый в районе апраксина двора видеть как они вообще проезжие стоят а тут то же самое только тут они заразы стоят на тротуаре проверочка записи до запись идет мы с вами пришли на ветмаркет в Синдополе есть несколько видов рынков один из них это простой вот там вот дальше он приходит фанкер это там где можно купить брукты и овощи и что-то там по мелочи да не считают этих маленьких магазинчиков а есть еще без маркет где прилавки все прочее можно помыть она из капеля вот и тут продает мясную продукцию но тут несколько видов как у нас сейчас мясной ряд чуть подальше там можно купить халяльное мясо тут курицу и прочее вот платить можно с помощью паркадов как видите они на 50 вот он либо на них почти нигде не понимают можно просто считать что везде не понимают вот лет маркет работает по по разным дням в неделе но как вы понимаете работает он с утра чтобы все успели пить их завтраку максимум к обеду после обеда сюда поиграть бесполезно тут уже все закрыто вот этот конкретный ант макео лет маркет он работает кроме понедельника по моему понедельник всегда с утра все закрыто вот он конкретного расписания нет в вашем районе может совершенно другое время работаем вот они там как учае дуются поэтому ходите смотрите сами вылавливайте дни вот так мы сейчас с вами прошлись по мясному ряду посмотрите там птичка да вот у нас есть второй мясной ряд тут у нас в основном продукты вот это вот забили на пейлах когда но через пару часов просто свечения потому что все растут от просто на просто это соответственно приходить на рынок и брать еду в упаковке это но некоторые умрают есть готовая пищу смотрите очереди набиваются чем очереди такие серьезные но не стоит ни в коем случае определять по очередям качество продукции продукции везде более-менее нормально она потому что свежая просто напросто по мне магазин но при этом скорее всего там просто дешевле либо всем привычки вообще в азии есть привычка стоять вещей едят поэтому не точить они в нее встают непонятно дальше или потому что там дешевле или потому что те кто знают зачем вот но в итоге можно зачастую иногда увидеть как в одной лавке стоит продавец включает во второй лавке точно такой же с таким ассортиментом еды и поиски сделаны из тоже не стены продуктов вот там стоит огромная очередь но вот это у нас покер центр да я вам уже рассказывал о том что в сингапуре люди предпочитают дома не кушать то что на рынке это там служанки богатым людям покупают чтобы там сделать семейный обед или еще что-нибудь вот а в основные сингапурцы они приходят вот туда вот хоккер и сутричка вот так вот стоят выставить там минут 20 этой очереди стоять вот чтобы просто получить порцию еды очень дешевую вот на 10 долларов можно объесть и сесть покушать сейчас мы идем по части маркета где у нас фрукты овощи вот она еще после 12 будет работать почти до вечера потому что это такой товар не очень ходовой ну да и портится ему не некуда а дальше у нас опять же продолжается ветмаркет как видите вот тут еще только-только прибыли товары их распаковывают это вот с того ночного маркета субаванги о котором я говорю нам от свежевы выловленную рыбу пьем привозят покупают ночью до привозят с утра и вот у нас 6 50 и только-только ее распаковывают поэтому мы пришли вот сам сам самая рада соответственно можно купить вот эту структуру большой я не знаю целебный наверно вот можно купить лангустов омаров не так это фигня называется калинетушек всего прочего вот но мы сейчас пойдем купим ребра шипер я сегодня сделаю на гриле для дорогих гостей продавщица зовут людо ван надо достать пачку денег еще очень удобно знать для поле примерные цены и как видите на прилавку тут цены нет я обычно просто всегда даю полтинник и обычно этого хватает так 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 и надо дать еще наверно рыбки для гриля мою любимую гладки и весенние чистка будет 27 по 29 то есть сюда приходить бесполезно а сегодня у нас у нас у нас 25 а значит 26 воскресенье 27 предельника по примерно среду она будет не работать только четверг можно приходить это значит надо мясом закупиться чуть заранее но смысла закупаться все заранее мясо сверху я не вижу будем просто на другой рынок ходить так очереди, 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 очереди давайте с вами обойдем с той стороны да рынок это конечно полное отсутствие ценников то есть вот только в некоторых местах на некоторой продукции да там можно увидеть сколько она примерно стоит ну типа там знаете по голове я знаю только вот этот кусок реберок которые я сейчас взял да в первый раз он мне обошелся в 52 бакса примерно такого же размера там да плюс-минус то есть свиньи они размеры одинакового вот во второй раз мне два куска маленького размера обошлись баксов в 40 с копейками сейчас мне тоже около здесь десятка и несколько двоих дали сдачи ну баксов 42 то есть когда ты приходишь и улыбаешься продавцу тебе уже как-то когда тебя узнают дают чуть более удобную цену как мне кажется конечно вот вот а если ангомо зашел в на рынок там в первый раз то там можно наверное и от души ему цену лупану все равно он не разбирается если вы будете туристами то обязательно выберите своего продавца подружитесь с ним и хотя бы вот любите свой тур сезон ходите только к нему ну тогда может получите какой-то как это вейп да скидка называется ну вот проходим снова по овощному отделу давай и пойдем сейчас пропустим людей нет не пропустим а это да овощи 3 3 ну вот 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 есть цена примерно штука за 12 я даже не знаю как она называется с чем его едят но тем не менее вот так что мы хотим мы хотим мы хотим мы хотим мы хотим мы хотим лосось и сделаем его на гриле он он любит он 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 вот вот видите креветка крабы всякая такая фигня он 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 мы Что, мой друг, про маркет? Ну, смотрите, два куска лосося обошлись в 51 доллар 60 центов. Причем два куска такие достаточно приличные. Я думаю, что килограммчик на полтора они. Ну, собственно, вот так вот у нас выглядит маркет в Сангапуре. А, ну пойдем еще в мясной. Ребрышек мы взяли, этого мы взяли. Надо, не знаю, может, стейк взять. Сейчас стейк у меня в холодильнике есть уже. Вот. Так. Так, у меня осталось баксов 12 наличкой. Все остальное придется щелкать с телефона платье. Вот. Ну, есть вот одна халяйная лапка. Вот. Где можно взять. Вот. Ну, есть ли он. Вот. Вот. Все такое вкусное 1.5 кг Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 тихо красиво и спокойно все с вами был не туристический сингапор мы с вами ходили по маркетам и в течение 20 минут я вам рассказывал страшные ужасные вещи о том как купить еду где что находится и насколько она вкусно вот это у нас ангмакиев 628 маркет что 28 это номер блока номер дома дал 626 правый жилой до 628 зданием рынка но соответственно на картах они тоже так и называются номер чтобы не путь потому что городок ангмаки у нас большой и у нас есть в макео кибун бару маркет номер такой то а есть по моему два макео маркета один из которых вот 628 да он свет отделением которым мы были а второй который проходили в процессе предыдущей прогулки он там просто с хокером и там по моему мокрой или не продается а да кстати вместо кто не видел вот у нас эти это премьер-лей он является у нас почетным руководителем нашего городка не только всего сингапура но еще вот макео там он у нас почетный член управления там приятно жить в таком месте чем ладно почетный член правильнее там он еще и почетный член управления вот текущим районом и бун бару а в котором я вот домик он сказать это очень элитное местечко ну и конечно там можно не дайте поставить свечку точнее ароматной палочки местным бороздам если вам нужно удача в делах на целый день и все такое это можно сделать либо как вот сейчас справа от меня видя в маленьком как же называется алтаре нам либо просто прийти дорогу храме побольше поставить да ребята свечи тут не продаются свечи в храмах и вот на алтарях они бесплатны везде подходишь берешь из пачки нужное количество или ставишь там выносишь это вот а если очень хочешь ты можешь вот в сейфе либо на алтаре положить в специальный железный ящик денежку на содержание вот и что-то еще хотел сказать но это будет уже в отдельных роликах я что-то уже на про храм и выпускал то есть т-60 нас про храма было да ищите на канале вот всем всем пока на этой замечательной мусорной ноте сингапур мусор везде я заканчиваю видос надеюсь что вам понравилось с вами был не туристический сингапур я подписывайтесь не переключайтесь а мне пора домой мясо готовить